Сундучок историй сказки на ночь Казка про кроватку Жила-была кроватка У неё было розовое цветочек одеяльца Мягкая белая перинка И жёлтая в горошек подушечка А ещё у кроватки была очень капризная девочка Девочку звали Анечка Как только приходило время ложиться спать Анечка начинала твердить Не хочу в кроватку, не пойду спать Принималась плакать и даже топала ножками А кому же понравится такое отношение С каждым вечером кроватка грустила всё больше и больше И однажды решила окончательно Не нужна я Анечке Уйду, куда глаза глядят Вернее, куда ножки идут Ведь это так печально Когда тебя не любят Сказано, сделано Дождалась кроватка Пока бабушка её заправит И выйдет из комнаты А потом шмык И сама за порог Ножки одну за другой Переставляет, торопится Вышла кроватка на улицу А куда идти, не знает Но это не беда Ножки её Сами по тропинке повели И привела тропинка кроватку в лес А там деревья стоят высоченные Шумят Птицы с ветки на ветку порхают Поют По земле звери разные бегают Каждый своим делом занят Ах, вздохнула кроватка А мне-то как быть? Может, попробовать найти себе Нового хозяина в лесу? Не успела кроватка подумать об этом Смотрит Навстречу ей По тропинке Муравей ползёт Соломинку тащит Муравей, послушай Тебе кроватка не нужна? Тот даже свою ношу От удивления выронил Да как рассмеётся Что ты? Я ведь в муравейнике живу У меня там прекрасная постель Из еловой хвои А к кроватям мы муравьи Непривычные Да ты для меня велика слишком Поищи себе другого хозяина Вздохнула кроватка Потопала дальше Слышит Кто-то в кустах Сопит И пыхтит Подошла поближе Надо же Медведь в малинике сидит Ягоды ест Миш, а Миш Тебе случайно Кроватка Не нужна? Без надобности Отрезал медведь Погладил себя По толстым бокам И покачал головой Я же тебя раздавлю Мне сподручней В берлоге На ветках и мхе Может, кому другому сгодишься Кроватка расстроилась И побрела по тропинке И побрела по тропинке дальше Задумавшись, она чуть не наступила На бельчонка Эй, осторожней! Возмутился тот Прости, пожалуйста Я просто никак не могу найти себе хозяина Может, тебе пригожусь Ух ты! Бельчонок с удовольствием запрыгнул на спинку кроватки Пробежался по одеялу И свернулся клубочком на подушке Мягко-то как И просторно Не то, что у нас в дупле Рыжик Вдруг послышалось Откуда-то сверху Хватит баловаться Марш домой Извини, сказал бельчонок Мне пора Мама зовет Ты просто замечательная Но на дерево тебе не залезть Да и в дупле ты не поместишься Бельчонок молнией взлетел на сосну И пропал в густых ветвях Кроватка растеряно остановилась посреди лужайки Тропинка закончилась Вокруг плотной стеной Стояли деревья Кроватка вдруг почувствовала Как сильно устали ее Непривычные к ходьбе ножки Вспомнила Как долго она уже бродит по лесу Что скоро наступит вечер А за ним ночь И горько-горько заплакала А в это время Девочка Анечка Напившись душистого чаю С вкусным печеньем Вошла к себе в комнату Но когда Анечка уже начала Было конючить Не хочу спать Не пойду В кров... Но вдруг остановилась Замерев на полусловие Кроватки не было Анечка внимательно осмотрела Каждый уголок комнаты Заглянула под шкаф В ящик для игрушек И даже задрав голову Задумчиво изучила потолок Все напрасно Кроватка пропала Кроватка пропала А вместе с ней исчезли Розовое одеяльце Белая перинка И желтая подушечка Как же я спать буду? Воскликнула Анечка Внезапно она поняла Что ей ужасно хочется спать Прямо глаза слепаются Больше всего на свете Желала бы она сейчас Очутиться в своей уютной Маленькой кроватке Но где же ее отыскать? Анечка выглянула во двор На тропинке отпечатались Необычные квадратные следы Они вели в лес Забыв про сон Девочка поспешила туда Ветки цеплялись за ее одежду Корни то и дело норовили Подставить под ножку Нельзя гулять маленькой девочке Вечером одной Так далеко от дома Но Анечка все шла и шла Озираясь вокруг И звала Кроватка, милая, где ты? Вдруг она услышала Чьи-то всхлипывания Анечка заспешила вперед И выбежала на лужайку Там одна одинешенька Стояла ее маленькая кроватка И горько плакала Девочка запрыгнула на перинку Обняла подушечку И сказала Милая кроватка Наконец-то Я тебя нашла Пойдем домой, пожалуйста Кроватка всполошилась Анечка Одна В лесу Так поздно Нужно сейчас же Отвезти домой Маленькую девочку И, конечно же Кроватка перестала плакать И даже улыбнулась Ведь это так приятно Когда есть о ком позаботиться Полуночница сова Сидела на высокой ветке И изумленно Крутила головой Не каждый день Увидишь Такое в лесу По тропинке Осторожно Переступая Четырьмя ножками Шагала Маленькая Кроватка А на ней Укрывшись розовым Одеяльцем Прижавшись щекой К желтой подушечке Крепко спала Маленькая девочка Ей Снился Удивительный сон Про торопливого муравья Ленивого Медведя И непоседливого Бельчонка Вы же знаете Самые интересные сны Снятся Когда спишь В своей Любимой Кроватке Самые нежные Объятия В мире Не успела мама Маленького леопарда Выйти из логова Как ему стало Очень одиноко Он так затасковал По ее ласковому урчанию И нежным объятиям Что решил Отправиться на ее поиски Вдруг Навстречу ему из леса Вышел Большой Лохматый Медведь Что случилось Малыш Ласково прорычал он Мама ушла И теперь Некому Меня обнять Грустно Промолвил Леопардик Давай Я тебя Обниму Предложил Мохнатый Великан Ой-ой-ой Отпусти Меня Едва Дыша Пропищал Малыш Твои лапы Чересчур Сильные И ты сжимаешь Меня Слишком Крепко Леопардик Выскользнул Из лап Медведя И отправился Дальше На поиски Мамы Прошипел Из ветвей Дерево Питон Медленно Спускаясь Вниз Давай Я Тебя Прижму Ой-ой-ой Отпусти Захохотал Малыш Ты Совсем Защекотал Меня Своими Объятиями Чего Грустишь Котенок Звонко Выкрикнула Мартышка Прыгая С ветки На ветку Хочешь Я Приголублю Тебя Как Мама Ой-ой-ой Отпусти Запищал Леопардик Пролетая В объятиях Мартышки Высоко Над землей Я Ведь Не Птица Иди Ко Мне Дружок Я Приласкаю Тебя Прохрепела Гиена Ой-ой-ой Залепетал Малыш Ты Совсем Залезала Меня Отпусти Пожалуйста А Хочешь Я Попробую Утешить Тебя Открыв Свою Зубастую Пасть Спросил Крокодил Ой-ой-ой Отпусти Сейчас же От твоих Объятий У меня Все Косточки Захрустели Объятия 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 Паучка Паучка Могу Обнять Тебя Малыш О, нет-нет Твои Лапки Такие Маленькие Ты Не Сможешь Обнять Меня Как Мама Покачал Головой Малютка Малышу Стало Очень Грустно Он сел на землю и тихонько заплакал. Эй, малыш! В один голос закричали звери. Вон твоя мама идет! Иди ко мне, мой сыночек, Позвала его мама. Как ты тут? Скучал без меня. Да, прошептал малыш. Мне было так одиноко без твоих объятий. Они самые нежные. Добавил он и заурчал от удовольствия. Сказка о добром драконе Далеко-далеко в песках мрачной пустыни Жил дракон. Он чувствовал себя очень одиноким, Потому что у него не было друзей. Когда-то, много лет назад, Дракоша хотел поселиться рядом с людьми. Но там, где он появлялся, Люди бежали из своих домов В страхе и ужасе. Тогда дракоша ушел в пустыню, Чтобы никого не пугать и не беспокоить. Он хотел подружиться с птицами, Но они облетали его за много километров. И даже большие, сильные звери Не приходили к нему в гости. Потому что никто на свете Не мог предположить, Что драконы тоже бывают добрыми. Однажды по пустыне шел караван. Важно шагали верблюды. Люди в белых одеждах погоняли их. А замыкал шествие Маленький верблюжонок С мальчиком на спине. Жаркое солнце Разморило мальчика. Он уснул И сам не заметил, Как свалился в песок. Сон его был так крепок, Что он не сразу проснулся. А когда открыл глаза, Каравана уже не было видно. Ну, дела, Сказал себе мальчик. Побегу догонять. И он пустился бежать. Но так как в пустыне Везде один песок, Очень трудно разобраться, В каком направлении нужно идти. Мальчик, конечно же, Заблудился. Когда солнце опустилось за горизонт, Усталый, измученный мальчик Вышел к пещере дракона. Увидев дракошу, Мальчик совсем не испугался. Он был еще маленьким И не знал, Кого надо бояться, А кого нет. Я хочу есть и пить, Сказал мальчик. Разреши мне отдохнуть В твоей пещере. У меня совсем нет сил. Конечно, обрадовался дракоша. Наконец-то к нему пришел гость. И может быть, Им удастся подружиться? Дракоша приготовил мальчику еду, Принес для него воды из источника. А когда мальчик лег отдыхать, Рассказывал ему сказки. Играя и беседуя, Они провели следующий день. Вечером мальчик сказал, Мне хорошо у тебя, Но нужно догонять караван, Только я совсем не знаю, Куда идти. Не беда! Улыбнулся дракоша. Садись ко мне на спину, Мы поднимемся высоко в небо, И оттуда увидим людей и верблюдов. Так и сделали. Вон они! Закричал мальчик. Ну, держись крепко, Сказал дракоша, И они пустились вдогонку. Все очень испугались. Верблюды шарахнулись в разные стороны. Женщины закричали, Дети заплакали. Мужчины достали оружие, Когда перед ними опустился дракон. Поднялся такой вой и крик, Что струсил и сам дракоша. Но тут люди увидели На спине у дракона мальчика. Не бойтесь! Крикнул он. Это мой друг! Все замолчали. Потом самый смелый человек Подошел к дракоше И погладил его. А дракоша лизнул мужчину в щеку Своим шершавым языком. Тогда все подбежали к дракоше, Стали обнимать его И благодарить за то, Что он помог мальчику. Там же на месте Устроили праздник. А когда настала пора Трогаться в путь, Дракоша проводил караван До самого края пустыни. Прошло несколько дней, И в пещеру к дракоше Пришли гости. Это знакомый караван. Возвращаясь, Заглянул его проведать. Дракоша был очень рад. У него появились друзья. И каждый раз, Когда люди шли через пустыню, Они обязательно навещали дракошу. А чтобы не сбиться с дороги, Кто-то расставил по всей пустыне указатели. Дракоша живет там. Сказка про львенка В лесу жил царь зверей – лев. У него не было ни дворцов, Ни слуг, ни стражи, Ничего, что обычно полагается иметь царям. Но все знали, Что царь – он. Однажды у царя родился сын – Рыжий львенок. Вы скажете, Ничего удивительного, Все львы рыжие. Но этот был необыкновенно, Просто огненно рыжим. Даже солнышко радовалось, Когда видела его. Однако львенку было не до смеха. Ведь очень трудно быть Не таким, как все. Львенок часто дрался, Поскольку его дразнили, А отец учил львенка Быть смелым и сильным. И вот однажды, Когда львенок опять пришел домой С ободранным носом И расцарапанными лапами, Отец позвал его к себе. «Расскажи мне, Почему ты дрался?» Попросил он. Глаза у львенка Сверкнули злобой. «Это тигры! Они назвали меня рыжим!» Трусливые кошки! «Но ведь ты и вправду рыжий!» Улыбнулся отец. «Скажи, Разве тебе обидно, Когда тебя называют львом? Или когда говорят, Что у тебя четыре лапы И один хвост? Разве это стыдно? Здесь есть что-то плохое?» «Нет!» Ответил львенок. «Тогда почему ты сердишься, Когда тебя называют рыжим? Разве это хуже, Чем быть полосатым, Чёрным или белым?» «Но папа, Ведь меня дразнят!» «Милый сын!» Сказал лев. «Тебя дразнят, Потому что ты злишься!» «Всё зависит от того, Что ты слышишь!» «Ведь это только цвет твоей шерсти, Больше ничего!» «И если хочешь знать моё мнение, То я считаю его Самым прекрасным На всём белом свете!» «Вот так!» Львенок чувствовал, Что отец прав, Но гордость не позволяла ему Согласиться с ним. «Я должен подумать!» Сказал львенок. «Конечно, сынок!» Отец встал. «И помни, Всё зависит Только от тебя!» И знаете, Львенок Действительно подумал, Не то, чтобы Он сделался паенькой И прекратил драться. Нет, конечно, Но обижаться ему Совершенно расхотелось. Услышав за спиной «Рыжий!» Он с достоинством Поворачивал голову И говорил «Да, рыжий! И мне это Очень нравится!» Постепенно Его перестали дразнить, Ведь это Уже было Никому Не интересно! Куда уложить Зайчонка Тёплой Лунной ночью Мама зайчиха Сидела И смотрела На своего Зайчонка Зайчонок Крепко спал Положив голову На мамину Лапу Звёздное небо Служило ему Одеялом А мягкая трава Постелью Спи спокойно Малыш Прошептала Мама зайчиха Я буду рядом Я буду рядом В это время Мимо пробегал крот Он так торопился Что не заметил Спящего зайчонка И споткнулся об него Ай-яй-яй-яй-яй-яй Мама зайчиха Покачал головой Крот Разве можно Укладывать Малыша Прямо тут? Здесь опасно Потому что Утром Фермер Придёт Косить траву И Увидит Твоего Сыночка Но Как же мне быть? Забеспокоилась Мама зайчиха Куда Уложить Зайчонка? Тебе Нужно Вырыть Нору Просторную И глубокую Посоветовал Крот Туда И уложишь Своего Малыша И Мама зайчиха Принялась Рыть Она Без устали Работала Всеми Четырьмя Лапами И когда Нора Стала Просторной И глубокой Она Отнесла Туда Своего Малыша Но Зайчонку Не понравилось Спать В норе Мама Мамочка Захныкал Он Здесь Темно И сыро Я боюсь В это В это Время Мимо Проходил Барсук Ай-яй-яй-яй Мама Зайчиха Пропыхтел Он Разве Можно Укладывать Малыша Прямо Тут Здесь Опасно Потому что Ночью Куница Выйдет На охоту И быстро Найдет Твоего Сыночка Но Как 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 Быть Спросила Мама Зайчиха Куда Уложить Зайчонка Тебе Нужно Спрятать Его В куче Сухой Листвы Посоветовал Барсук Тогда Куница Ничего Не заметит И пройдет Мимо И мама Зайчиха Принялась Бегать Туда Сюда Вперед Назад Она Собирала Листья И складывала Их В кучку Когда Кучка Стала Большой И мягкой Она Уложила В нее Своего Малыша Но Зайчонку Не понравилось Спать В листве Мама Мамочка Захныкал Он Листья Шуршат И Колются Мне Больно Плач Зайчонка Услыхал Черный Дрозд Который Сидел На Соседнем Дереве Ай-яй-яй-яй Мама Зайчиха Пропел Дрозд Разве Можно Укладывать Малыша Прямо Тут Здесь Опасно У Лисицы Острый Нюх И Скоро Она Учует Твоего Сыночка Но Как Как Мне Быть Спросила Мама Зайчиха Куда Уложить Зайчонка Тебе Нужно Найти Гнездо Посоветовал Дрозд Высоко Высоко На дереве Туда Лисе Не добраться Тогда Мама Зайчиха Подпрыгнула Повыше И забралась На дерево Там Она Уложила Зайчонка В пустое Птичье Гнездо Но Зайчонку Не понравилось Спать В гнезде Мама Мамочка Захныкал Он Мне Страшно Здесь Высоко Я Упаду Мама Зайчиха Взяла Сыночка На руки И спустилась С ним Обратно На землю Она Она Была Бессил И Не знала Что Делать Дальше Ох Схлипнула Мама Зайчиха Где Же Найти Безопасное Место Чтобы Уложить Зайчонка Эти Слова Услыхала Мудрая Сова Не горюй Мама Зайчиха Сказала Она Вспомни Куда Тебя Укладывала Спать Твоя Мама Когда Ты Сама Была Маленькой И Мама Зайчиха Вспомнила Она Вспомнила Звездное Небо Которое Служило Ей Одеялом И Мягкую Траву Которая Была Ей Постелью Она Вспомнила Как Всю Ночь От Заката До Рассвета Мама Сидела Рядом И Охраняла Ее Сон Ночь Подходила К концу На горизонте Показались Первые Лучи Солнца Мама Зайчиха Поглядела На поле Где Она Прожила Всю Жизнь Где Был Ее Дом Она Увидела Что Сегодня Фермер Пришел Пораньше И Уже Покосил Траву Теперь Ее Сыночку Ничего Не Угрожало Мама Зайчиха Отнесла Своего Малыша На То Самое Место Где Всегда Укладывала Его Раньше И Осторожно Опустила На Землю Мамочка Прошептал Зайчонок Знаешь Теперь Мне Совсем Не Страшно Ведь Я В Своей Любимой Кроватке Спи Спокойно Малыш Прошептала Ему В ответ Мама Зайчиха Я Буду Рядом Текст Читала Татьяна Неделькина 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 Неделькина